Они создают играя. 17 января планета отметила День детей-изобретателей. Этим праздником мир обязан ученому Бенджамину Франклину. Он сделал множество открытий, но первым изобретением американца стали ласты. Ученый сконструировал их в 12 лет. Тогда на дворе был 1718 год. Что мастерят дети три века спустя, выясняла Дарья Борисова. Мы наводим камеру на QR-код. У нас открывается ссылка на сайт. Тут есть применение мышечка, также его история, физические, химические свойства, происхождение. Добавили таблицы Менделеева инновационности. Воспитанники гимназии «Интерес» замахнулись на амбициозную цель. Сделать теоретическую часть химии такой же интересной, как лабораторные опыты. Альбина Тляшева второй год учит таблицу химических элементов. Восьмиклассница признается, сухие цифры пособия совсем не вдохновляют становиться Менделеевым. Посмотришь на нее и особо ничего не привлекает. Но есть там химические элементы, есть. Поэтому мы решили создать интерактивную таблицу химических элементов, чтобы ученик ознакомился с каждым элементом получше. Интерактивной таблицу делает QR-код. Свой для каждой ячейки. По ссылке подробная информация о химическом элементе. Навести камеру на QR-код мотивирует новый дизайн Менделеевского творения. Школьники добавили таблицы объема, а ячейки наполнили предметами, которые ассоциируются с химическими элементами. Например, за обозначением алюминия прячется макет самолета. Легкий материал называют основой авиастроения. В свою ячейку химических элементов я поместила баночку пустую, кислород, бесцветный газ, поместила растения, потому что растения выделяют кислород, и поместила рыбу, потому что все живые организмы поглощают кислород. Воспитанники интереса только в начале своего изобретательского пути. Полностью готовы пока только четыре ячейки. Но юные новаторы намерены довести начатое до учебных заведений округа, а может и всей страны. Они надеются, что их интерактивная 3D-таблица когда-нибудь займет место классического пособия в школьных кабинетах. Это довольно интересно, и можно проводить занятия. Думаю, это заинтересует учеников в изучении химии. Кстати, детских изобретений, которые успешно разошлись по миру, уже немало. Не есть нам фруктовый лед, если бы не Фрэнк Эперсон. В 11 лет он забыл на крыльце дома стаканчик с лимонадом, который успел замерзнуть за ночь. Из несъедобных детских изобретений – меховые наушники, калькуляторы и снегоход. Алюберчанин Федор Исаев мечтает сконструировать устройство для диагностики подводных трубопроводов, которое упростит процедуру поиска утечек. Этот катер должен быть небольшим, потому что привлечение больших кораблей будет стоить довольно дорого, а иногда вообще невозможно так сделать. Путь к своей мечте Федор начал издалека. Прежде чем начать строить собственные чертежи, он учится читать чужие. Четыре года начинающий изобретатель занимается судомоделированием на станции юных техников. Легко может рассказать о любом судне – от рыбацкой шхуны до военного корабля. Сейчас я делаю крышку тюма для малого рыболовного сейнера. Сейчас мы переносим все размеры с чертежей на модель. И в копировании есть место для изобретательства. Как сделать судно непотопляемым и улучшить его технические характеристики, юные техники придумывают сами. Результатом мозговых штурмов становятся новые технологии крепления деталей. При постройке кораблей много нужно что-то придумывать, какие-то узлы сделать, лучше улучшить. И у них возникают такие идеи. У Федора Исаева с фантазией порядок. Лучшее тому подтверждение – стопка дипломов призера областных соревнований и зачетная книжка кандидата в мастера судомодельного спорта. Делать же большие изобретения Федор планирует в Московской государственной академии водного транспорта. Начинающий изобретатель твердо решил туда поступить. Анна Троян, Дарья Борисова и Валерия Абсалямов. Телеканал ЛРТ.